Несмотря на то, что летние каникулы в самом разгаре, некоторые славянские ребята продолжают ходить в школу. Правда, не для того, чтобы учиться, а отдыхать. С началом лета на базе образовательных учреждений открылись лагеря дневного пребывания. Чем заняты там дети и почему многие не хотят уходить из школы даже летом, узнали наши корреспонденты. За время летних каникул лагеря дневного пребывания, организованные при школах района, посетят более двух тысяч славянских ребят. Для детворы это прекрасная возможность не только весело, но и интересно провести каникулы и, что самое главное, безопасно. Лагерь дневного пребывания третьей школы посещало около 90 детей разного возраста и каждому было найдено занятие по душе. Программа лагеря была построена так, что в самом лагере были предусмотрены тематические площадки. Это была у нас и школа светофорных наук, вел отдельный педагог, и музыкальная копель, это тоже преподаватель неволина Ирина Яковлевна. Также дети посещали книжный клуб под названием «В гостях у добрых книг». Работал с детьми психолог, как отдельный кружок у нас вез, то есть дети развиваются всесторонне. Естественно, скучать некогда, потому что помимо кружковой работы здесь еще велись и развлекательно-познавательные мероприятия. В лагерях ребята отдыхали три недели, которые пролетели как один день, и многим не хотелось бы расставаться со школой даже на каникулах. Уж очень здесь много интересного. Все три недели я очень хорошо отдохнула, я узнала много нового, мне очень понравилось. Мы ходили на много разных экскурсий, был день письмо водителю, мы просили водителей, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. В лагере дневного пребывания очень интересно. Мы ездили в пожарную часть, нам рассказывали про пожарные машины, еще мы ездили на конные фермы, кормили лошадок. У нас были показ мод, было очень интересно, здесь очень весело и можно чем заняться. В последний день работы лагеря дневного пребывания ребятами и педагогами была подготовлена большая праздничная программа. Сначала активисты и победители творческих и спортивных мероприятий были награждены почетными грамотами за свои успехи и достижения. А затем состоялся концерт, на котором ребята исполнили свои любимые песни. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События». Анна Монастыренко.